кристина я знаю что у тебя был интересный опыт работы с общественными объектами ты работала над детскими садами школами и зачастую твои объекты очень большие масштабные сейчас мы снимаем видео обзор над квартирой автором которой ты являешься скажи что тебе более интересно делать большие общественные объекты либо частные интерьеры это такой же сложный вопрос какая часть интерьера и вообще стройки моя любимая потому что на данный момент в моей студии есть два направления мы занимаемся как частными интерьерами вот то что мы видим сегодня и второе направление это именно крупные объекты по сути это больше работа с инвесторами и девелоперами и но если говорить про масштабы то что мы затронули наверное сейчас масштабы проектирования меряются цифрами то есть это интерьер 18 тысяч квадратных метров проектирование если мы говорим про участок 12 гектар последний который у нас в работе то есть мы доросли до таких масштабов что они меряются теперь вот такими цифрами в чем принципиальная разница между этими двумя сферами общественные объекты и частные интерьеры это себе так придумала что вот интерьеры у меня они для души и я не беру проектов параллельно в работу несколько у нас ограниченное количество на проектирование интерьеров и пока я не готова там масштабироваться любом моем проекте на котором работает команда я принимаю участие непосредственно то есть непосредственно не только в роли договориться но и непосредственно в проектировании то есть каждый объект я курирую сама и как бы участвую в нем и кристина вот одна из суперспособности дизайнера это уметь отстоять свое мнение перед заказчиком как ты думаешь в какой момент нужно максимально отстаивать свою точку зрения а когда можно пойти на уступку я бы сказала что наверное суперспособность дизайнера это не отстоять мнение перед заказчиком отстоять мнение настройки и привести это до реализации то есть вот настройки случаются моменты когда нужно убедить и рассказать как это должно быть реализовано и почему именно так заказчиком у меня как-то не было таких прям конфликтных ситуаций и сложных именно чтобы донести там свою мысль я всегда стараюсь все же быть гибкой слушать заказчика это невероятно важно и второе я всегда конечно то есть если я вижу что можно сделать лучше я я тот человек который не молчит могу рассказать одну курьезную историю да конечно ко мне обратился заказчик и у них было четкое представление как они хотят функционально разделить комнату и я понимала что ну это абсурд ну так не должно быть да то есть там стоял вопрос что у ребенка не должна была быть личной комнаты как бы мы ее интегрировали там вместе делили большую комнату со спальней родителей вот и но я выполнила свою функцию я сделала там четыре я пришла с пятью планировками четыре у меня были по техническому заданию то есть так как хотел заказчик и пятое у меня был перевернутый лист он лежал обратной стороной и меня спрашивали что там я говорю ну подождите и пятая планировка была кардинально она не соответствовала заданию она была кардинально не такая то есть она была с тем что мы кабинет отдали ребенку и я как мама понимаю в этом ценность и то что мы делаем интерьер и квартиру строим мы строим не сейчас наши дети растут и интерьер должен к этому адаптироваться к сожалению так гибко и быстро но он не адаптируется мы не можем перенести одну комнату из другой то есть это какой-то достаточно объемный процесс и в моменте мне клиенты ничего не ответили наверно думали что я не очень дизайнер ну как бы достаточно дерзко то есть нужно иметь какую-то силу воли и характера чтобы сказать про то что ну вообще-то я сделала не ну вы так хотите но мы сделаем по-другому вот и на данный момент мы дружим семьями и меня каждый раз за это благодарят ну рассказывает это тоже говорят смешно мне конечно говорят это как это говорит вот вы меня выселили теперь у меня нет рабочего кабинета но зато у ребенка есть своя комната я считаю что это моя заслуга замечательно ты не афишируешь свою профессиональную деятельность в социальных сетях почему ведь у тебя достаточно большой богатый опыт и есть чем похвастаться почему ты это не делаешь сложный вопрос но я наверное из тех архитекторов которые я настолько люблю свою работу что я все там и просто нету на самом деле свободного времени которое я могу потратить на то чтобы снять видео или сделать фото потому что это очень объемный трудоемкий процесс второе наверное даже несмотря с тем что я не освещаю ко мне очень много клиентов приходит по сарафанному радио по моим реализованным объектам и для меня это тоже ценно то есть это говорит о том что по сути дела ты особо в рекламе не нуждаешься и наслаждаешься тем чем ты занимаешься да так и есть вместе с домами ты реализовала офис компании а 100 в зеленой гавани сейчас вот эта квартира что дальше какие ближайшие объекты мы будем реализовывать совместно у нас есть один объект сейчас реализации это моя студия и я очень жду увидеть всю красоту которая у нас появится и начать работать уже там как можно быстрее увидимся в новой студии социальный лифт это я вчера ехала в лифте с постельным бельем думаю я сейчас кто горничная если у меня кто-то из соседей всегда когда камера включается тыква карета в тыква превращается пожалуйста вот интерьер юрий где кухня мы уже заказывали деньги есть а кухня где и и и Продолжение следует...